МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Ну и, конечно, случаи какие-нибудь удивительные Прошу, Алексеич Да, но я, к сожалению Когда ты едешь в путешествие Хочется потратить деньги Не на проживание Поэтому у меня все время Гостиницы недорогие были От 15 евро И до 70 Максимально Пару раз ночевал за 100 Но это были уже такие случаи Что это был уже тупик И больше никак нельзя было Ничего дешевле найти Вот Сперва заказывал заранее Далеко заранее Весь маршрут По интернету все, да? Да, но есть вероятность, что ты до какого-то Пункта назначения Не доедешь и останешься без номера Но ни разу у меня такого не случилось У меня все совпадало Потом, значит, после Того, как поездил по Америке Я изменил тактику И я начал То есть Мы там научились Торговаться Вот И мне так это что-то понравилось И я То есть погоди Ты заходишь в гостиницу Там на ресепшене Говорят Welcome, Алексеич И говорят Там 1000 долларов номер Ты говоришь Я дам 3 доллара Я говорю Ты с ума сошел? Ну ладно, 900 2 доллара Ну примерно Примерно так, да Подъезжаю, значит На окраины Города 50 долларов Гостиница приличная Но 50 долларов Еду в центр 100 долларов 100 евро Потом, значит 140 евро Потом, значит Та, которая За За 70 Значит Я говорю Там есть за 50 Сейчас ночи Если не хотите То я-то поеду туда Но его, короче И так Сторговался Нормально А смысл Ну а им Что им терять? Да, действительно Так вообще ничего А так хоть что-то Да Да И вот это, знаешь Блин, я не знаю Я не могу сама решить Тогда я позвоню Менеджеру Я говорю Звони Звони Обязательно Звони Ну А можно без чека? Конечно Нужно В общем Это один экспект Второй, значит Когда с мотоциклом Нужна все время парковка Потому что В каком районе Ты остановишься Неизвестно Но нужно Чтобы парковка была Доходило до того Что В одном отеле Мы Сорганизовались Заказ такой сделали В городке Заагли И Там, значит Такой, значит Хозяин отеля Отель такой, знаешь Пристроенный к скале Там В одном месте Один этаж А во втором уже Два, три Он такой к скале Пристроен домик И все Я такой захожу Отель довольно-таки дешевый А дешевый почему? Значит У тебя есть номер Приличная гостиница Но нет туалета В каждом номере То есть дом Старый Старинный И туалет Есть в коридоре Но он очень интересный Только для двух номеров То есть один туалет Два номера Один туалет Два номера То есть тебе не надо Там в конце коридора Там идти Но соседи все время Видят зато Когда ты ходишь Пописать каждые пять минут Не, они не видят Только слышат Ну слышат Хорошо слышат Тоже Вот Ну зато В два раза дешевле Я говорю Слушай Все хорошо А где Парковка А он такой Сейчас организуем Короче стоит гараж Ровно на мой мотоцикл Старый гараж Такой Жалюзь Такой Скрипучая И он оттуда Вытаскивает Значит Своё оборудование Околонгическое Потому что Напротив моря Вытаскивает Закатывая Закатывая Это антеннами Скребя по потолку Потому что гаражик Маленький такой Но бетонный Вот И ставил В общем С парковкой Самое интересное Которое мне поразили В Европе Эти отели Это отели Без Персонала Вот Самые Маленькие И самый такой Ну в принципе Приличные Всё Микроволновка Холодильник Всё Был Письмо Лежало Инструкция Хер Марченко Значит Любим вас Да Магазин С бухлом налево Значит В центр Направо Там всё Схема Значит Подходим Почтовый ящик Значит Набрать какой-то Пинк-код Тебе СМС-ку присылают Ты там Пинк-код набрал Из ящика Бум Выпало Ключик Ключик выпал Ёлки-палки Подобрал ключик Всё Пожил Там Значит Люди Тоже Какие-то Поселились Пожили Значит На выходе Написано Не забудьте Бросить ключ Ты вот Кидаешь В этот же ящичек И всё И понимаешь Что ты забыл Телефон В номере Да Это уже Всё И всё Там написано Вот А почему Это происходит Потому что Зарплату Надо платить Не меньше Вот стольких Евров А там А за эти За этот То есть Практически Ты В этом отеле Спишь За 20 евро А но Если ты Там будет Человек сидеть То это уже Будет автоматически 40 Вот И поэтому Вроде И людям Хорошо И всё Но больше всего Мне понравился В Испании Отель Просто не какая-то Гостиница Вот прям Знаешь Вот Железные ворота Забор Каменный Въезжаешь В подземный Паркинг Приличный Подземный Паркинг Значит Поднимаешься В огромный Бассейн Номера Стоят В три этажа По бокам Такие Какие-то Колонны Никого Нет Вообще Никого Нет А у нас Код Не срабатывает Значит Кто-то Кто-то С кодом Был Открыл А мы С хулиганами Всей толпой Кто-то Подержал Ворота Мы все Туда Заехали Значит Внутрь Попасть Никак Невозможно Мы Прикладываем Прикладывали Перелезли Через забор Открыли С той стороны Дверь Значит Зашли Вовнутрь Люди Смотрят Наверное В камеру Наблюдение Говорят Русские Причем Гостиница Блин Обалденная Знаешь Это апартаменты То есть Гостиница Апартаменты Значит Есть спальня Причем Двойная спальня Столовая Есть Столовая Есть На улице Еще Санузлы Везде Везде Санузлы И еще Значит Есть Огромная Ванная Душ Зачем-то Туалет И Огромный Шкаф Для вещей И все Это Знаешь И такие Панельные Такие Окна Большие Знаешь Стеклопакетные В итоге У нас У всех Эти пин-коды Как-то Активизировались Нет Половина Срабатывает Половина Не срабатывает Мы Короче Плюнули Подкрывали Окна Они такие Ну Огромные Подкрывали Окна И ходили Через окна Потому что Каждый раз Вспоминать Этот Телефон Уже Все Выпили Вот А уехали Почему-то Хорошо Блин На выезд Там Просто На кнопку Нажал Мы все Спустились В паркинг Все Там Привязали И умчались Я конечно Был Это В шоке От этого Отеля Огромный Отель Никого Нет Ничего Не украли И высыпаешься Спокойно И вообще И чувствуешь Себя Хорошо Наверное Да Комфортно Или неудобно Или ты не помнишь Эти нюансы Я понимал Вот эти мелкие Отельчики Там В два Номера Номера Или в три И нет Никакого смысла Но тут то Ёлки-палки Там человек 50 жило Блин И никого нету Но тут то уже Можно хотя бы Одного Оставить Какого нибудь Испанца А так тоже Все на удаленке Да Все вот такое Ну да Вот А Самый дорогой Отель В котором я Жил Это был Озеро Блед Не путать С другим словом В Словении Я все время Ездил Ездил Вокруг Этого Озера Блед Каждый раз Туда приезжая Ну живописное Прозрачное озеро С церквью На острове С крепость Замком На вершине В Яндексе Заставка Есть такого Просто никто Не врубается Я когда смотрю Ну знаешь Плавающие заставки Яндекс Покажешь мне потом Покажешь мне потом Да Хорошо Вот И все время Ты когда въезжаешь В этот К этому Озеру Подъезжаешь Сперва Стоит Такой Стеклянный Отель Это оказывается Спа-отель Самый дорогой Самый крутой Там лежишь в бассейне И видно Озеро Ну знаешь Вот этот Оптический обман Там есть конференц-зал Там есть Ну Хорошая еда Хороший ресторан И И короче Отель шикарный И тут Неожиданно Мне повезло В этом отеле Остановиться Не за свой счет За счет Компании Которая Производила шины И это я В общем Обалдел Но сколько это стоит Я не знаю Вот Но в хорошем отеле Хорошо жить конечно И кормят хорошо И в общем Шведский стол Шведский завтрак Чудесный Но Нам все время Приносили отдельно Ну Потому что Мы были как бы Приглашены Вот Самый хреновый Отель Это был Подмосковье Байкпост? Нет Дорогой И этот Но Я даже не буду Рассказывать Где это И что это такое Ну Самый Самый Непонятный Для меня Отель Это был Отель Бонзай Это На окраине Марселя Значит Квадратное Здание И На всех Этажах Двери Много Дверей А вокруг Лестница То есть Ты заходишь И ходишь По этим Лестницам А двери Все снаружи И Отель Очень Такой Грязненький Воде Владели Какие-то Местные Арабы Отель Весь За колючей Проволокой Ворота Железные То есть Ты заехал Ворота Открыли Тебе Ты заехал Все закрылось И по бокам Колючая проволока Я сразу понял Райончик не очень Да Вот Но Купить ничего Невозможно Район Просто такой Ну Ужасненький Был Поэтому Наверное Бонзай Все кто Хочет Испытать Вот Значит Но больше всего Мне понравилось Не отели Когда ты Понимаешь Что Зачем тебе платить 40 евро Когда по дороге От одного Красивого города К другому Можно посередине Остановиться Не обязательно в городе А лучше всего В деревне А лучше всего В частном секторе И все 10 12 15 евро На двоих Тебе чаще всего В двухэтажном доме Отдают Покормят тебя Завтраком Чуть ли не первый этаж Всегда есть Во дворе Ворота Всегда ты Заезжаешь И ставишь Мотоцикл Под окнами То есть У тебя и парковка Есть Прогулки По вечерам Конечно По этой деревне Уже не надо Планировать Но Зато Вот один раз У меня Тетечка Хозяйка дома За 14 евро И покормили И пожили мы И она сказала А куда вы едете А мы говорим Вон туда Она говорит Вы что Говорит Вот здесь За горой Есть такое И верно Да И так оказалось И мы Благодаря ей Попали в Спишский град Вот И теперь Ты всегда Заезжаешь Если там Бываешь Да Нет Я уже Наверное Туда Что там Смотреть Огромное Мне понравилось Знаешь Огромный Замок Такая Долина По бокам Горы И у них Такая Легенда Что сюда Пришел Мамай И взять Замок Не смог Я Так Смеялся Не было Такого Если он Пришел Уже сюда И он Это Не взял Все равно Взял бы Все Просто Сжег бы Но Аж каменное Не горит Как ты сожгешь Да Кстати Судьба Этого Замка Знаешь Какая Печальная Он Сгорел Он Сгорел Будучи Каменным Будучи Каменным Короче Это Эскурсия По Сгоревшему Замку По сути То есть Был Замок Построили Славяне Потом Досталось Это все Газбургам И это Замок Был Газбургов Вот Ни при Одном Сражении Никто Его Не смог Сжечь А местная Кухарка Все-таки Сожгла Его И там Знаешь Такие Комнаты С приличными Полами Потолки Все Сгорели Камень Тоже Крошится Превращается В пыль И такие Знаешь Руины Как будто Замок Воевал В последние Тысячу лет Беспрерывно А его всего лишь Сто лет назад Сожгли И вот Все Давай будем На этом Завершать Опять-таки Резюме Позволю себе Гостиницы Бывают Очень разные За разные Деньги За разные Ну Хорошо Заразные Бывают Тоже Наверное Деньги Но Если Не пытаться То И ничего Не испытаешь Поэтому Слушайте Алексеевича Вот он Бесценный Опыт Путешествий Все Спасибо тебе Большое До новых Встреч Моторадио Представляет Продолжение следует